ПРОФЕССОР ПУДАНС Мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Крёстный Отец 2! Гангстерский экшен с элементами стратегического планирования для тех, кто хочет размять пальцы перед выходом второй мафии. Моб Тайз Токио! Ретро-шутер от независимых разработчиков из Electronics Visual Elements. Старая новая игра с графикой конца девяностых. ДАРК СЕКТОР. Новый стелс-экшен для персонала КАД ДИДИДИТАЛ ЭКСТРАМС. Нас вновь ждут злые русские с новым биологическим оружием и с целым городом-зомби. СКОРПИОН ДИСФИГЮРЕТ. Это что-то вроде шутера старой закалки. Практически абсолютная линейность и сплошные коридоры. В то время как вся игровая общественность пускает слюни по поводу запланированной на конец года второй мафии, студия EA Redwood Shores выпускает свой проект «Крестный отец 2». Понятное дело, размять пальцы и потренировать бандитские навыки в такой ситуации мало кто откажется. «Крестный отец 2» призван исправить главное идеологическое несоответствие игры и исходного материала. Жизнь и описание Дона в первой части сводилась к погромам китайских ресторанов и обычному вымогательству. Разработчики логично рассудили, что нормальный «Крестный отец» такими вещами не занимается, и прикрутили к сиквелу специальный макростратегический режим. Он называется «Донс Фью» и представляет собой трехмерную карту города, увитую всевозможными иконками и пиктограммами. На первый взгляд Донс Фью действительно производит вас из мелкого исполнителя в «Крестный отцы». Видно, кто что контролирует, кто на кого напал и где сейчас идет погром. Кроме того, во второй части «Крестного отца» появилось понятие семьи и фамильного дерева. На самом деле это такое красивое название для ваших подчиненных. Их можно и нужно нанимать, распределять в качестве личной охраны и брать с собой на дело. Системные требования к игре следующие. Процессы, работающие на частоте 2,8 ГГц, 1 ГБ оперативные и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске «Крестный отец 2» займет 8 ГБ. Давай повеселимся, пройдемся по барыгам, поглядим, что не в кассе лежит. А, рэкет. Старая добрая игра. Такого в жанре действительно еще не было. Вместо того, чтобы нестись через полгорода на спасение своего склада, вы получаете уведомления. Вызываете карту и направляете на разборку своих людей. Кроме того, подчиненные подаются прокачке. Могут захворать, попросить прибавку к зарплате и даже классифицируются. Классы бывают такие. Специалист по взрывчатке, инженер, медик и поджигатель. Таким образом, взяв с собой на дело, например, инженера, вы можете приказать ему проделать беру в заборе и не лезть через главный вход. Некоторые второстепенные миссии можно вообще не выполнять, а просто отправить туда людей. С одной стороны, благодаря Dawn's View действительно смещается угол, под которым мы смотрим на подобные игры. С другой, по степени бессмысленности, все это мероприятие напоминает бесконечные попытки совместить РТС с шутером. Четверка за геймплей. Графика для игры 2009 года, конечно, слабая. Местами внешность второго крестного отца даже напоминает первую мафию. Плохо прорисованными лицами местных бандитов можно пугать детей, а город совсем не располагает к пешим и тем более автомобильным прогулкам. Тройка за внешний вид. Звучит игра хорошо. Персонажи грамотно озвучены и, кстати, отлично дублированы русскими актерами. Пятерка за звук. Сибирь любил Тмор Самуэля Мангана. Он приехал сюда аж в Сицилии. Остальным достанутся заведения, не связанные с казино. Господа, бунты и разбои в прошлом Кубе. Мы ее будущее. Дыхаем. Долгоподжио! Разработчики уверяют, что делали в первую очередь экшен, оставив для стратегической части лишь 20% геймплея. Проблема в том, что экшен тут слабо изменился, в то время как в GTA IV появилась физика, нормальная система укрытий и человеческое прицеливание. Стрельба во вторую часть «Крестного отца» переехала из первой. Четверку получает сегодня игра «Регат Фазер 2». «Крестный отец 2» – продукт не столько игровой, сколько маркетинговый, сделанный с целью выжить из громкого имени максимум. Конечно, работа была проделана немаленькая, и проект получился любопытным, но без изюминки. Тем не менее, вопросов по игре приходит много, и на самые частые из них мы ответим прямо сейчас. Вопрос. Как захватить какой-нибудь ресторан или любое другое заведение, и что с ним потом делать? Отвечаем. Чтобы взять под свой контроль какой-нибудь магазинчик или клуб, нужно хорошенько надавить на хозяина, но главное – не перегнуть палку. Следите за индикатором в верхнем правом углу. Нижняя граница указывает тот предел, после которого хозяин будет готов платить вам. Если поднажать еще чуть-чуть, сумму можно и увеличить. Но будьте аккуратны. Есть еще и верхняя граница. Если шкала пересечет ее, то вместо подконтрольного заведения вы получите труб. Но рэкет приносит не так много денег, поэтому, захватив несколько приличных заведений, используйте их как фасад для отмывания денег. На этом получится заработать гораздо больше. Вопрос. Я контролирую по одному заведению каждой группировки, но денег все равно не хватает. Что делать? Отвечаем. Для того, чтобы существенно увеличить доходы, необходимо подчинить себе весь бизнес хотя бы одной группировки. Например, чтобы весь угон автомобиля в городе шел только через вас, и вы бы получали доход с каждого, кто занимается кражей машины. Кроме этого, подчинив целую группировку, вы получите уникальный бонус. Например, бронежилеты для всех ваших бойцов. Скорпион дисфигурет. И снова нам предлагают поучаствовать в событиях будущего. Главный герой спецназа из по кличке Скорпион просто обязан спасти мир под вашим чутким руководством. В 2068 году Восточная Европа распалась на промышленные районы, эксплуатируемые американскими и азиатскими корпорациями. Процветающие некогда города превратились в места скопления вредных производств, где жизнепроют криминальные синдикаты. Наркобизнес, незаконное клонирование, эксперименты над людьми достигли промышленных масштабов под покровительством многочисленных террористических организаций. В руках одной из них оказывается технология производства опасного нановируса, чьё распространение ставит под угрозу весь цивилизованный мир. Ваше задание — проникнуть в преступную лабораторию и уничтожить вирус, выпадает на долю лучшего бойца российской внешней разведки — спецназовца по кличке Скорпион. Вот такая вот незамысловатая завязка. Рекомендованные системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 8 ГБ на жёстком диске. Пара слов об игровом процессе. Разработчики нам обещали разнообразие врагов в виде живущих под землёй в заброшенных тоннелях метро-мутантов, людей-террористов, вооружённых огнестрельным оружием, а также механических бойцов. Всё так и есть, это правда. Огорчает другое. Кроме этого, в игре больше ничего нет. Разве что грустное хождение по блеклым коридорам локации. Нас даже иногда пугают резкими появлениями монстров. Но в отсутствии какого-либо драйва это только раздражает. Наша оценка геймплея – всего один балл. Внешняя игра также не порадует геймеров. Цветовая палитра очень однообразная и удручающая. Даже ни одного впечатляющего спецэффекта. При этом кажется, что создатели хорошо потрудились над физическим движком. Даже если физика в игре вам понравится, опять же, на фоне остальной монотонности игрового процесса и однообразности внешнего вида игры, все старания разработчиков идут на смарку. Два балла за графику. Что самое интересное, даже звуковое сопровождение в игре вызывает лёгкое раздражение. В основном это касается спецэффектов, сопровождающих каждое ваше действие. Но ведь это чуть ли не самая главная составляющая звука. Поэтому наша оценка звука в игре – три балла с минусом. А вам предлагаем небольшой фрагмент из игры. Scorpion Disfigured – это что-то вроде шутера старой закалки. Практически абсолютная линейность и сплошные коридоры. До современного уровня игра никак не дотягивает. Наша общая ценка игры – два балла. Scorpion Disfigured получился какой-то неоднозначной игрой. Игровой процесс невнятный, внешняя разработка выглядит тускло, а звук какой-то неинтересный. Заметны явные попытки попугать игроков. Но получается это не всегда. Зато не обошлось без сложных моментов, которые вызвали вопросы у наших зрителей. Именно на них мы сейчас и ответим. Первый вопрос. Помогите мне пройти первую миссию. Я следую за указателем на компасе. Он пишет, что до цели мне осталось дойти примерно 60 метров. Но в той стороне, куда мне надо идти, находятся преграды в виде сеток и шкафов. Как я только не прыгал и не заворачивался, ничего не получается. Что мне делать? Отвечаем. Действительно, в этом месте не каждый сможет догадаться, что нужно сделать. Хотя на самом деле все просто. Не нужно ломиться через эту преграду. Все равно ничего не выйдет. С другой стороны, вы окажетесь еще очень нескоро. Попробуйте пройти вдоль стенки в левую сторону от этих шкафов. В углу вы должны будете активировать автоматически открывающуюся дверь. Ее плохо видно, хорошо, что хоть сама открывается. Дальше все в ваших руках. Следующий вопрос. Помогите мне выбраться с какой-то площадки. Я спускаюсь по лестнице и попадаю в синюю воду, после чего практически сразу умираю. Помогаем. Не нужно спускаться по этой лестнице. Лучше попробуйте подняться по ней, и вы сможете пройти уровень дальше. Вообще, в этой игре очень много моментов, когда что-то спрятано от глаз игрока. Будьте внимательны, и удача улыбнется вам. Смотрите далее. Dark Sector. Новый стелс-экшен для персонала Каддиджитал Экстрэмс. Нас вновь ждут злые русские с новым биологическим оружием и с целым городом-зомби. Mob Ties Tokyo. Ретро-шутер от независимых разработчиков из Electronics Visual Elements. Старая новая игра с графикой конца 90-х. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите далее. Mob Ties Tokyo. Ретро-шутер от независимых разработчиков из Electronics Visual Elements. Старая новая игра с графикой конца 90-х. Dark Sector. Новый стелс-экшен для персонала Каддиджитал Экстрэмс. Нас вновь ждут злые русские с новым биологическим оружием и с целым городом-зомби. Моб Ties Tokyo. Новый 3D-шутер от независимых разработчиков из Electronics Visual Elements. В этой игре нам придется расправиться с преступным синдикатом и навести порядок в самом современном городе мира. Токио. Под наше распоряжение попадает не полицейский, как вы могли подумать, а наемный убийца. Независимые разработчики продолжают радовать своим творчеством. Маленькая компания Electronics Visual Elements недавно выпустила свое первое творение. Моб Ties Tokyo. Действие этого проекта разворачивается на территории Токио, как можно догадаться из названия игры. Этот шутер от первого лица раскрывает нам подпольную, ночную жизнь этого, казалось бы, мирного мегаполиса. Здесь бал правят преступные синдикаты, которые занимаются всякими нехорошими и темными делишками, начиная от мелких преступлений и заканчивая массовыми убийствами. Цель этого синдиката – взять под свое крылышко весь город. Кто их будет останавливать? Правильно, мы! Один из бывших боссов мафии приглашает на работу наемного убийцу, то есть нас, для того, чтобы убрать некоторых шишек из конкурирующих группировок и, соответственно, растоптать коварные планы преступного синдиката. Какую цель преследует босс, нанимая убийцу, трудно догадаться. Но дело есть дело, тем более, что за это неплохо платят. Системные требования к игре следующие. Процесс, работающий на частоте 2,4 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске «Моп Тайз Токио» займет 3 гигабайта. Геймплей в «Моп Тайз Токио» простой до безобразия. Бегаем по коридорам, местами на улице и отстреливаем, хотя нет, пуляем в противников из достаточно скудного набора оружия. Противники, в свою очередь, сразу не умирают. Они стойко стоят на месте и ждут, когда вы всадите в них вторую обойму. Что до искусственного интеллекта, то он на уровне «Дюк Нюкема». Раз в 10 секунд противники позволяют себе стрельнуть в нашу сторону. И надо заметить, довольно-таки метко, тройка с геймплеем. Графика в игре характеризовывается словом «ретро». Здесь нет оторванных конечностей, красивых спецэффектов, нормальных теней и прочих современных наворотов. Противники практически все одинаковые. Отличить их можно двумя способами. Первые по полу, мужчина или женщина. Второй по одежде. Если противник в костюме, то это 100% какой-либо босс. Если же в штатный, то это рядовая пешка. Двойка за внешний вид. Звуковое сопровождение на том же уровне, что и графика, и геймплей. Выстрелы, диалоги, атмосферные шумы очень бедненькие и не подаются критике. Тройка за музыкальное сопровождение. Как нам уже известно, Мопта из Токио – игра от независимых разработчиков. И здесь ей можно сделать скидку, если брать во внимание тот факт, что над созданием этого проекта работали всего два человека. Конечно, такими усилиями вряд ли можно добиться хороших результатов, когда вокруг бесчисленное количество корпораций с огромным штатом сотрудников. Но Electronics Visual Elements мало того, что создали эту игру, так еще и сами ее выпустили. Также стоит сказать, что в планах у этих ребят следующая часть – Моптайз Москоу. Действие ее переносится в нашу золотоглавую столицу. Общая оценка игры – 3 балла. Моптайз Токио – это первая часть запланированной серии игр про этого наемника. Конечно, до современных шутеров этой игре еще очень и очень далеко. И надо сказать, это неудивительно, если учитывать тот факт, что в разработке этой игры принимали участие всего два человека. Ну а теперь традиционно мы ответим на ваши вопросы по прохождению. Моптайз Токио! Вопрос. Помогите мне. Я дошел до момента, где на балконе стоят трое противников. Когда я начинаю по ним стрелять, один главарь убегает, и миссия заканчивается. Что мне делать? Отвечаем. Перед тем, как выйти к этим балконам, вам необходимо заглянуть в комнату, которая в коридоре справа. В ней находится снайперская винтовка. Она вам поможет. Следующий вопрос. Помогите. Перестрелял кучу противников в комнате с мечом. А двери все закрыты. Куда идти? Отвечаем. В этом помещении вам нужно найти вентиляционный люк. Разбиваем его и движемся дальше. Следующий вопрос. Нашел до первого босса. Никак не справлюсь с ним. Не хватает патронов. Есть какие-нибудь альтернативные способы его уничтожения? Отвечаем. Перед тем, как вступить в схватку, вам необходимо собрать все патроны в округе. И затем мочить, мочить супостата до победного конца. Ровно год назад на консолях нового поколения вышла игра, которую неоднозначно приняла общественность. Кто-то говорил, что это неудачная смесь Resident Evil с Gears of War. А кто-то наоборот, что это самый настоящий экшен нового поколения. Теперь этот проект добрался и до персоналок. Имя его Dark Sector. Действие игры Dark Sector переносит нас на территорию Восточной Европы. Страшное биологическое оружие вырвалось из-под контроля. Необычный вирус распространился на обитателей целого города. Зараженная территория оказалась отрезана от остального мира. И поэтому получила название не Resident Evil, а темная зона. Жители этого сектора подверглись мутации. И теперь они бродят по улицам в поисках горских уцелевших. Под наше начало попадает агент ЦРУ Хайден Тена. В одной из секретных операций, проводимых в этом районе, наш герой был ранен и соответственно инфицирован. Впрочем, в отличие от остальных зараженных, Хайдуну каким-то невероятным образом удалось мутировать не в сторону тупоголовых зомби, а наоборот в сторону супергероя. Теперь его тело покрылось пластинами органической брони, он обрел сверхчеловеческую силу и скорость. С этого момента нашими основными задачами становятся истребление нечисти, разгадка страшного вируса и по возможности мутация в первичную форму, то есть обратно в человека. Ведь по ходу игры главный герой влюбляется в некую Надю, ради которой он готов на всё на свете. Вот такой вот винегрет из Gears of War и Resident Evil приготовила нам компания Digital Extremes. Системные требования к игре следующие. Процессы, работающие на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативные и 256 МБ видеопамяти. На жёстком диске Dark Sector займёт 6 ГБ. Геймплей Dark Sector не влечет оригинальностью. Уровни плохо продуманы, укрытия разбросаны абы как. Откровенно разочаровывает и искусственный интеллект противников. Все они действуют по одной и той же схеме. Отличия составляют лишь боссы. Что касается спецспособностей, то они явно высосаны из пальца. В такой ситуации игру может вытянуть только какая-нибудь любопытная фишка. И она здесь есть. Это метательный диск, который при должной сноровке может творить удивительные вещи. Тройка за геймплей. Dark Sector обладает неплохой по сегодняшним меркам графикой. При разработке игры использовался самодельный движок студии автора игры. Расстраивает совершенно нулевая интерактивность уровней. От выстрела из гантомета не ломаются даже стулья. Дизайн уровней, монстров, все стандартно. По большому счету ничего сверхнового здесь нет. Четверка за внешний вид. Музыкальное сопровождение тоже не блещет оригинальностью. Все стандартно для игр подобного рода. Композиции, к сожалению, не запоминаются. Единственное, что стоит отметить, это озвучку противников. Они крайне натурально кричат, стонут и вопят. Тройка за звуковое сопровождение. В результате получилась неплохая игра, правда опоздавшая на пару лет. Дарк Сектор нашел себе место в середнячках, привлекая к себе определенную аудиторию игроков, для которых подобный игровой процесс самое главное. Для остальных ее можно охарактеризовать в трех словах. Купил, прошел и забыл. Общая оценка игры 3 балла. Если говорить честно, то Дарк Сектор получился бы довольно-таки вялым проектом, если бы не одно «но». Метательный диск. С его появлением игра преображается, и играть в нее становится куда гораздо веселее. В какую сторону и под каким углом правильно метнуть этот диск, вам помогут наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Вопрос. Дошел до собора, бьюсь с монстром. Его зовут Калос или как-то так. Скажите, как его убить? Я выписал в него 600 патронов, а ему хоть бы хны. И подпаливал, и молнии бил. Что делать? Отвечаем. Убить этого гиганта пока невозможно. Поэтому лучшее решение – помогать монстру расправляться с противниками людьми. Чуть побесившись, монстр отправится в освоясье. Желательно, чтобы все враги к этому моменту были мертвы. Следующий вопрос. После прохождения монстра в церкви и взрыва маяка, мы сталкиваемся с роботом один на один. Как замочить супостата? Отвечаем. Сначала подожжем грузовик с горючим, а затем уничтожим кокона на другой стороне арены, закрывающую доступ к электричеству. Затем метнем глефу в сторону электричества в ручном управлении. Заполучив ток, швыряем оружие прямо в машину, и пока ее контузит от выстрела, быстро подбегаем к задней части и сталкиваем пилота. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на вап-сайте телеканала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. Вап.муздефис.тв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.муздефис.тв.ру Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!